Есть план подготовки к отопительному сезону в 19-20-го года на территории Полевского городского округа. Он утвержден постановлением главы Полевского городского округа за номером 806 30 мая 2019 года. В план подготовки сформулирован в сумме 66 миллионов 880 тысяч рублей. В том числе средства местного бюджета составляют 24 миллиона 407 тысяч рублей. В Полевском городском округе к началу отопительного сезона готовятся все подрядные организации и предприятия. Выполнение плана проходит согласно постановлению главы. По выполненным работам готовность тепловых сетей 82%, водопроводных сетей более 10%. Жилищный фонд готов почти на 89%. Подготовка к отопительному сезону 19-20-го года приходит в условиях, создающих ее в течение ряда проблем экономического и технического характера. Взаимных неплатежей организации сферы ЖКХ износа сетей водопровода и канализации южной части города Полевского большого числа утечек на водопроводных сетях южной части города достигают они до 60%, которые связаны и с авариями на сетях. Износ сетей, особенно в южной части, очень большой. Достаточно большой отрезок времени не уделялось должного внимания состоянию водопроводно-канализационных сетей. В этом году денежные средства были направлены на контракт по капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей. Впервые заключен контракт по ремонту запорной арматуры. Необходимо заменить 74 задвижки. Заменили пока 11. Произошла авария с остановом на юге. Она связана с тем, что на сегодняшний день у нас правый водовод, подающий с фильтровальной станции «Маяк», он находится в ремонте, где мы меняем запорную арматуру по левому. Город, южная часть, снабжается водой. При замене задвижки на неработающем водоводе, который выведен в ремонт, нужно было спускную задвижку менять. Так вот, при начале работ вдруг в камере произошел облом данной задвижки в связи с тем, что болты просто-напросто сгорели. По словам Павла Викторовича, работы будут продолжаться. Тем не менее, по тому объему работ, которые уже выполнили, существенно снизились утечки в южной части города. На следующий год мы обратились с письмом глава Полевского городского округа, Константин Сергеевич Поспелов, обратился на министра ЖКХ и энергетики Николая Борисовича Смирновой, на министра финансов, тем, чтобы нам подняли оценку расходных полномочий на продолжение вот этих работ, ремонтных работ, как на водопроводных сетях, канализационных сетях, так и ремонт задвижек. На пресс-конференции были затронуты темы долгов. Это долги муниципального предприятия за потребленные энергоресурсы поставщику. На сегодняшний день задолженность МОП «Полевская специализированная компания» перед Северским трубным заводом составляет более 14 миллионов рублей. Однако собираемость платежей с населения за ЖКХ – одна из самых высоких по России. 98% по северной части и 94% по южной. Вышло постановление администрации о начале отопительного сезона. Постановлением рекомендовано Северскому трубному заводу Полевской коммунальной компании «Обществу Уралжилконтора», осуществляющим на территории Полевского городского округа деятельность по теплоснабжению, жилищно-коммунальных хозяйств и объектов социальной сферы, приступить к заполнению системы теплоснабжения до 10 сентября. Начать подачу тепловой энергии в детские и дошкольные учреждения, в общеобразовательные учреждения, объекты здравоохранения, социально-бытового назначения, начиная со дня, следующего за днем окончания двухдневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, для всех остальных после пятидневного периода. Наталья Вишнева, Константин Миронов, Новости 11 канала.